В этом ролике я покажу, как менять масло в квадроцикле Stealth Leopard 600-650. Неважно, какая это модель, меняются они по одному и тому же принципу. Значит, менять масло будем в двигателе, и в переднем, и в заднем редукторе. Пробег квадроцикла 250 у меня уже... Ждать я 300 не хочу, как указано это в книге по эксплуатации квадроцикла. И менять будем по причине того, что скоро начнутся дожди, и я не хочу еще 50 километров тут наезжать, и потом под дождем все это менять. Масло у меня идеальной частоты, но замены все равно требует. Независимо от пробега, от того, чтобы слить заводское масло, и, соответственно, все с ним содержащееся. Значит, при замене масла обязательно надо прогреть квадроцикл до рабочей температуры, чтобы все масло взвесилось. Сейчас я выгоняю квадроцикл, устанавливаю его на горизонтальную площадку, и расскажу, что делать дальше. Для того, чтобы подобраться к сливному болту из двигателя, надо открутить пластиковую защиту. Болты на 10. Раз, два, три, четыре. Откручиваем пластиковую защиту. Прогрели двигатель до более-менее рабочей температуры, для того, чтобы взвесить всю грязь, которая скапливается в нижних частях поддона, чтобы масло было более текучим, более жидким, и максимально очистила вашу систему смазки от того, что у вас скопилось на дне. И головкой на 17 откручиваем сливной болт и сливаем в емкость. Ну, как видите, масло достаточно чистое, заводское, но все равно сливаем. Здесь вот есть специальный магнитик, который собирает на себя всю грязь из двигателя. Вот он, видите, сколько тут грязи собралось. Это металлическая стружка. Поэтому масло лучше прогреть перед сливом, чтобы вот эта вот вся дрянь как можно больше вытекла. Потому что в любом случае, вот здесь вот будут у вас отложения, вот в этой части. Для того, чтобы демонтировать масляный фильтр, а находится он у нас вот в этой, вот он, нам, значит, к нему есть два пути подхода. Либо снимаем вот этот пластик и осуществляем подход отсюда, либо снимаем вот эти вот пластиковые накладочки, вот, и осуществляем подход отсюда. Для этого вам потребуется в любом случае, в моем случае, торс 25, а с другой стороны, в некоторых случаях потребуется ключ на 10 накидной. Что здесь, что здесь. Конструктивные особенности этого квадроцикла, значит, заставляют нас откручивать выхлопную трубу, чтобы поменять масляный фильтр, потому что доступа к нему нет. Даже если вы его сможете каким-то образом открутить, то закрутить вы вряд ли сможете нормально. Открутить его можно методом отвертки, просто сбить его и выкрутить. Может быть, расстояние вот этого хватит. Но закрутить вы уже не сможете, потому что никаким ключом, ни руками вы туда не подлезете. Так что вам потребуется ключ на 13, чтобы открутить медные гайки от головки. Вот, и потребуются ключи для того, чтобы освободить сзади выхлопную систему, чтобы она у вас отошла от этого места и дала доступ к фильтру. О, ребята, вот это геморрой. Ну, нас очень любят на заводе. Почему имеется в виду нас? Потому что большинство людей сами обслуживают квадроцикл и не ездят в сервисные компании. Вот, значит, для того, чтобы поменять фильтр, значит, освободил я задние болты. Болты я всегда прикручиваю на место. Вот, ребята, видите, они сделали такие достаточно длинные пазы, поэтому они не сделали здесь гайки, не вварили, потому что, видно, у них... Они не могут точно соблюсти геометрию приваривания вот этой железки, чтобы у вас всё подходило чётко. Поэтому здесь вот такие вот подгоночные пропилы сделаны. Вот, спереди не снимется, пока не открутите сзади. Значит, вот мне повезло, что у меня стоит, значит, мягкая гофра вот здесь. Я бы без неё бы не смог бы задрать вот эту трубу наверх, чтобы пришлось бы ещё бы где-то что-то напрягать. То есть, а я не хочу царапать квадроцикл. Я к технике очень бережно стараюсь относиться. Вот, и вот эта труба, мягкая гофра, мне позволила чуть-чуть отогнуть на себя и закинуть наверх. Вот, теперь у меня очень хороший доступ к фильтру, как видите. Вот, ну и сейчас я попробую его открутить. Ребята, значит, сейчас откручиваем фильтр. Сейчас я попробую его открутить руками. Видите, да, ни следов ключа нет, ни сколов никаких нет. Будем пробовать. Так, сейчас поставим. Смотрите, я на всей своей технике всегда руками откручиваю, закручиваю. Нет, не хватает силы, ребят, а ещё не хватает обхода. Блин, такое ощущение, как будто поддаётся, но не идёт. Ну что, ещё руку, руки сводят. Нет, слушай руки. Ребят, мне кажется, идёт, мне кажется, тихонечко поддаётся. Да, блин, ребят, идёт, идёт, тихонечко поддаётся, конечно, тут усилия, да, немалерное. Ведь руки дрожат как. Ещё попытку. У меня кто-то болеет. Здесь нужен берегу. Мышц у меня осталось. И не хватает момента его хватить. Сейчас я руки выпила. Ещё. С другой стороны, не подобраться. Нет, идёт. Видите, смотрите. Ну как вам? Сейчас я... Ребята, один момент. Из-под фильтра всегда течёт масло, так что корзиночку передвигайте. Не корзиночку, а ёмкость, я имею в виду, куда сливаете. Всё, готово. Вот так, ребят, ещё есть сила в руках. Так, всё, вынимаем фильтр. Для того, чтобы поменять фильтр на стелси 600-650, совсем не обязательно покупать оригинальный фильтр. Можно купить... Вот я, например, купил хифлофильтр HF682 подходит модель. Она подходит, соответственно, для Moto500, для CFMoto, ну и для различных других квадроциклов. Есть и другие аналоги. Вот. Для того, чтобы установить фильтр, значит, вынимаем его из коробочки, убираем вот эту плёночку защитную. И смазываем маслом вот эту резиновую каёмочку. Это для того, чтобы фильтр у нас очень хорошо лёг на место. Смазываем и закручиваем. А это масло потом всё уйдёт. Куда уйдёт? Вовнутрь резины. Куда же ещё? Всё, и закручиваем на место. Смотрим внимательно, чтобы резиночка не выпала из паза. Иначе у вас будет протечка. Теперь закручиваем её, ну, я руками, а вы желательно ключом. Закручиваем, потом даём подождать ещё где-то минут 10. И ещё раз подтягиваем, потому что резинка за это время немножечко подсядет. Пока у нас садится резиночка под фильтром, она всё равно сядет, ребят. Резиночка, если вы не затягиваете на заводе с определённым усилием, то есть нанометрическим ключом. Вот. Теперь мы можем что сделать? Самое главное не забыть закрутить сливную пробку. Не потерять вот эту вот шайбочку, которая на ней есть. Обычно они медные, но здесь почему-то она очень похожа на свечную. Закручиваем болтик и ставим поддон. Пока вы это всё сделаете, пройдёт как раз примерно 10 минут, 15 минут. Проверите ещё раз фильтр и начинаете сборку в обратной последовательности. Накидываете на выходное окно выхлопную трубу, её наживляете, подсажаете на место, наживляете и закручиваете задние болты. И дальше перейдём к заливке масла. Всё, ребят. Значит, закручен фильтр, закручен нижний болт. Не забывайте, иногда люди забывают нижний болт закрутить. Значит, прикручена вся выхлопная система. Сначала наживлена спереди, потом наживлена сзади, затянута спереди, затянута сзади. И установлен пластик на место. Всё, всё готово под заливку масла. Теперь заливать масло. Как таковое заливное отверстие там, где у нас щуп находится. Вынимаем щуп. Так, устанавливаем леечку, удобную для вас. И заливаем масло. Масло входит 4 литра на всю систему. 10 В40. Заводим квадроцикл. Даем ему поработать около 3 минут. Глушим квадроцикл. И проверяем уровень масла на щупе. Но проверяем его минут через 10. Надо дать маслу отечь картер через фильтр, через всё. Достаем щуп, уровень должен быть ровно посерединке контрольной измерительной линеечки на щупе. Всё. На этом замена масла на квадроцикле именно в двигателе закончена. В следующей серии покажу вам, как менять масло в переднем и в заднем редукторе. Субтитры сделал DimaTorzok